Всем привет, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам отличный бой на танке ВК-28 на 1 на карте Священная Долина. Этот танчик, как вы наверняка знаете, обладает фугасницей, правда у неё очень слабенькое пробитие. Вот раньше на этой фугаснице можно было реально гнуть, потому что там были шикарные кумыли, но потом им порезали пробитие и теперь, конечно, ВК-шка гораздо менее опасна. Но, тем не менее, если этот танк попадает вверх списка, ну вот примерно в такой бой для этой машины это, в принципе, ещё неплохие условия, потому что тут есть цели, которые можно пробить и тут везёт Т-34-85, выезжает бортом и отправляется сразу в ангар. В принципе, он сам виноват, подставился и, в общем, это больше закономерность, чем удача. И тут можно выцелить немного сушку. Отлично, урон вылетает хороший, потому что кумыль всё-таки может тут пробить. Такой цель брони у неё особо нету. Ну и, конечно, Ягд-Пантеру пробить фугасным снарядом почти что нереально. У неё брони очень много. Ну и, естественно, в борт там можно нанести хороший урон, но просто так ПТ-шка не даст возможности подъехать к себе. Противники сверху пытаются как-то поддавливать, но удаётся удачно тут забрать Су-85. И, в принципе, пока что всё идёт вполне неплохо на этом фланге, по крайней мере. И наш герой понемногу разбирает тут Ягд-Пантеру. Да, у него может быть маленький альфа-страйк из-за того, что фугасный снаряд не пробивает. Но всё же вот такими вот усиленными, постоянными он смог разобрать её. Конечно, молодец не сдался в данном моменте. Постоянно старался, наносил урон и в итоге удалось забрать опасного врага. Тут ещё отлично можно разобрать Т-34-85. Так как он сильно подставляется и не очень грамотно играет. Снизу появляется КВ-1С. И можно попробовать отсюда по нему накинуть. Но он исчезает из-за света. Выезжает немецкая ПТ-САУ. Взрывает союзника тут. И наш герой удачным выстрелом наносит ей отличный урон и вторым снарядом добирает ПТ-7 уровня. Молодец. В принципе, очень повезло, что вот так вот удалось пробить и нанести много урона, ещё и поджечь. Выезжает Е-25. Тут такая вот у них дуэль один на один. И, конечно, Е-25 это очень опасная машина. Она с трудом закручивается любым лёгким танком. Потому что скорость поворота шасси, да и в целом вообще скорость у Е-25 великолепная. Поэтому нашему герою тут было, конечно, сложно. Но всё-таки он смог её тут закрутить и разобрать. Безусловно, потрясающая игра нашего светляка. Удалось тут забрать три топовых танка седьмого уровня. И это, конечно, просто впечатляющие результаты. Потому что на лёгком танке с фугасницей это сделать крайне сложно. Пытается игрок выцелить КВ-1. Но отсюда это, конечно, сделать невозможно. Поэтому, конечно, нужно ехать вперёд. К тому же арта у противников вполне, возможно, не прикрыта. И нужно её разбирать, если она, конечно, не уехала. Ну и также, как вариант, можно попробовать брать базу. Давайте посмотрим, что сделает игрок. На базе стоит союзник КВ-1. Но его забирают. И, понятное дело, скоро противники будут тоже захватывать базу. И засвечивается тут арта. Удаётся посадить её на гуслю. И добрать. В общем-то, вполне неплохо. Дальше игрок решает, что нужно съезжать с захвата. И ехать на вражескую базу. Ну и дальше встречается тут арта ФВ-304. И она не останавливается, но всё равно удаётся по ней попасть. Правда, урон какой-то вылетел совсем маленький. Арта стреляет в небеса и отправляется в ангар. Ну и теперь нужно ехать, сбивать захват. Стоит там на захвате один противник. Это КВ-1. И можно спокойно попробовать отсюда его снять. Совсем чуть-чуть он виден. Вы наверняка знаете, что у КВ-1 очень плохой обзор, как и у многих советских низкоуровневых танков. И он просто не видит нашего светляка. Но КВ-1 отъезжает назад и пропадает из-за света. КВ-85 поехал на свою базу. И пока он там, нужно, конечно, добирать тут КВ-1. Хотя сделать это не так-то и просто. Потому что КВ-1 любит пожирать фугасы. Ну и кумыли, в принципе, тоже. Потому что у него очень толстые гусли. ВК начинает сближаться с КВ-1. Он пока что на перезарядке. Можно попробовать его закрутить. Что игрок и делает. Сбивает гуслю тяжу. И теперь можно, в принципе, спокойно его добирать. Потому что скорости, естественно, КВ-1 не хватает. Ну и наш герой отправляет его в ангар. И остается теперь последний противник. Это КВ-85. В принципе, он очень опасен. И вот он приезжает сюда. Наш герой решает не сражаться, естественно, с ним в лобовую. Это было бы слишком глупо. Нужно уезжать отсюда. И попробовать занять более выгодную позицию. И атаковать врага в тот момент, когда он будет не готов к этому. Все-таки, сами понимаете, советские танки имеют один главный недостаток. У них очень плохой обзор. И поэтому ЛТ имеют над ними преимущество. Так как могут из инвиза спокойно по ним настреливать. И они даже не будут этого видеть. Ну, то есть, откуда стреляет враг. Тут я вырезал момент, потому что игрок долго ждал, пока КВ-85 берет базу. И потом все-таки выстрелил и сбил захват. Зачем он лишний раз тратил время? Дело в том, что игрок наверняка повышает себе статистику. И знает, что сбитие захвата дает, в принципе, неплохой прирост КПД. Особенно по формуле рейтинга эффективности. И поэтому он специально подождал и сбил захват. Ну, и кроме того, он наверняка хочет медальку защитник. Так она вроде называется. И дальше игрок решает обойти КВ-85 с другой стороны. Опять же, он тут немного подождал. Видимо, очень он хочет повысить себе статистику. Поэтому не упускает таких моментов. Пусть и времени остается совсем мало. Удается нанести урон к тяжу. Дальше он уезжает. И уже достать его тут сложновато. Наш главный герой решает подъехать к КВ-85 поближе. Тот спрятался за домик. Опасно на него выезжать. Тем не менее, игрок делает это. И наносит урон к КВ-85. Тот уже среагировал наконец-то. Возможно, он только в этот момент засвечивает ВК-шку. Потому что он был тут за кустами. Ну, и наш подопечный решает снова уехать и зайти с другого места. Нужно уже действовать. Остается 50 секунд до конца боя. И нужно один раз выстрелить для того, чтобы победить. А то иначе будет очень такой обидный слив. Выезжает КВ-85. Куда-то он смотрит. В общем, в пустоту. И наш герой спокойно его добирает. Медальки защитник. Воин. Основной калибр. Медаль пула. Медаль фадина. Отличный бой. Грамотная игра на ЛТ. Можно только учиться. Ну, и, конечно, везение тоже было. Враги, конечно, попались довольно-таки посредственные. Ну, и на этом все, друзья. Спасибо огромное, что вы смотрели. Надеюсь, данный бой вам понравился. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч, друзья. Пока.